В Кировграде, в тамошнем городском суде, судья Татьяна Букреева приговорила к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения 39-летнего автоубийцу и при этом многодетного отца из Верхнего Тагила Михаила Сухорукова, который год назад в автозамесе погубил таксиста Александра Кузьмина. О самом смертельном ДТП мы в свое время подробно рассказывали и уже тогда оно казалось неоднозначным. Но в связи с приговором позвольте взрыхлить фабулу преступления в памяти. Дело было 3 февраля прошлого года в 10-м часу утра, уже засветло, на втором километре заснеженной трассы Кировград-Верхний Тагил. В тот день многодетный отец Михаил Сухоруков со своей дочерью, ну точнее с одной из дочерей, 17-летней, на Ниссане Альмера ехал домой в Верхний Тагил. Перед ним в ту же сторону катилась таксишка на базе Хюндая Акцента, за рулем которого сидел таксист Александр Кузьмин, а рядом с ним очень странный пассажир, который после замеса убежал в лес, а через некоторое время умер. И Михаил Сухоруков подозревал, что этот пассажир покончил с собой. Но вернемся к ДТП. Как выяснило следствие, и это же закрепило в своем вердикте судья, Ниссан в зоне действия знака свыше 3.20, обгон запрещен, начал обгонять Хюндай-такси. Выскочил навстречу, а в это самое время таксист включил левый поворотник и стал поворачивать к несанкционированному съезду на второстепенную дорогу. Ниссан на обгонной скорости вонзился Акценту ровно в водительскую дверь, и таксист Александр Кузьмин погиб на месте замеса. Его пассажир, как уже сообщалось, убежал в леса, засыпанные глубоким снегом. Зачем? Непонятно. Ну, в смысле, убежал. Зачем? Непонятно. Позже Михаил Сухоруков предположил, что это был нарколыга, и он на такси поехал за наркокладом, но не доехал. А следствие вменило виновнику замеса, многодетному отцу, 264-ю часть 3-ю УК. Трезвое автоубийство. А это до 5 лет зоны, в пиковом случае. Сам Михаил ни на стадии следствия, ни в судебном процессе вину свою так и не признал. Он наставил на том, что обгона не было. Он ехал по своей, а таксист, внезапно, не включая поворотник, с обочины рванул налево. На замеры гаишников, показавших, что он был таки на встречке, Михаил парировал. Дескать, все намерения были сделаны после прохода по месту ДТП снегоуборочной техники, которая затерла все следы. Железобетонную точку в этих сомнениях могла бы поставить видеозапись с регистратора, который имелся в такси. И гаишники ее изъяли. Но она куда-то исчезла и в суде не фигурировала. А потом еще и главный свидетель, пассажир такси, внезапно умер. В судебном процессе Михаил Сухоруков и его адвокат пытались доказать, что запрещенного обгона не было. Но судья согласилась с мнением гособвинения и выписала Михаилу 3 года 8 месяцев поселения, ну и еще выплатить 5 миллионов 750 тысяч рублей родственникам погибшего таксиста в качестве компенсации морального урона. Пока что приговор в законную силу не вступил. Но поскольку Михаил вину свою не признал категорически, постольку можно не сомневаться, что будет апелляция во Дворце правосудия. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.